всех приветствую на канале в работе достаточно редкий блок bosch 7.0 блок установлен на niva шевроле перед вами идентификатора будем делать с помощью вак и кл обычный калайновский шнур можно сделать с помощью сканматиков не по сути не важно он управлять прошивается по к линии программа у нас оригинальный чип ловая 239 вкладка bosch 7.0 пока идет чтение внизу у нас идентификаторы прошивки с помощью справки можно посмотреть как подключиться 19 масса 55 у нас калайн 27 включение зажигания 18 не отключаемое питание 37 контакт питания главного реле 50 пока не используем через резистор 4 киловома так как мы пока что просто читаем читаем флэш когда будем записывать будем использовать 50 контакт визуально подключение выглядит таким образом тут можно немножко запутаться так как контакты видите немножко неправильно подписаны вот и по неопытности можно 55 контакт подключить вот сюда с точки зрения маркировки которая у нас указана на данном блоке этот контакт находится здесь но на самом деле он у нас здесь все остальные контакты у нас совпадают и вот это тоже 37 еще смотреть на блоке под распиновки именно по маркировке которые вот она вас внутри видится то она не соответствует то есть обращаем внимание что подключение у нас является таким сейчас считываем прошивочку заливаем туда модифицированную записываем только калибровки если у вас блок совпадает по идентификатором ваши прошивки то есть вот это вот у нас м7 n20 в 33 это последняя серийная прошивка на данный блок запись происходит намного быстрее чем чтение поэтому принципе давайте не будем обрывать это делаем и постараюсь вам показать данные у нас считаны в буфер все это дело теперь сохраняем сохраняем на рабочий стол пока что временно потом поправим и перенесем сохраняем так все вот он файлик у нас появился по размеру он у нас также 32 килобайта потому что у нас вычитывается область калибровок теперь что мы делаем открываем наш новый файл будем прошивать вот такой вот модифицированной прошивкой открыть и делаем загрузить флеш сейчас возможно рубнется нужно будет подключить каково 50 контакту 12 вольт через резистор попробуем сначала так быть произведена запись только области калибровок случае несоответствия области калибровок имеющимся со в том возможно выход и бу и строя продолжить операцию записи да у нас одинаковые калибровки одинаковый блок ошибка при операции включение доступа запрещен код ошибки так теперь мы отключаем питание на 50 контакт нам надо подать через резистор питание так тут у нас 55 54 53 52 51 50 есть питание подано через сопротивление 4 килоома переходим обратно программе подаем питание ушел в 200 миллиампер пишем загрузить флеш пошла запись записи длится много быстрее сейчас зальем и попробуем читать инди идентификаторы не забываем то что прошивка должна соответствовать идентификатором то есть если у вас тюнинговая прошивка тюнинговая она должна соответствовать калибровкам данного блока если это не соответствует вам либо нужно будет прошиться через программатор непосредственно разобрав блок и залить туда полностью full flash вот либо подготавливать прошивку на базе того и той прошивки которые у вас уже залита в блоке так все загружено отключаем питание убираем наш 50 контакт 316 миллиампер у нас теперь нажимаем паспорт и был и как видим паспорт у нас идентификатор отдает то есть говорит о том что все прошло успешно нажимаем ok все и подключаем питание на этом блок прошит всем кому потребуется подобная услуга можете обращаться на этом принципе все что хотел показать всем дачи работе всем пока